здравствуйте уважаемый товарищ сегодня на лтшке тротуарку везу загрузился авито стрельнуло кстати вот так вот короче на прошлой на прошлом месяце авито стрельнуло и вот в этом месяце авито стрельнуло полтора рубля час на этой ну как бы в минималка 34 тысячи это вот я сколько тут до завода ехать херня меня на ленина сейчас поехать выгрузиться ну где-то минут 30 наверное 10 минут езды до сюда плюс погрузка короче полчаса примерно и как бы чем поворотник включал я не пойму вах вах какой трактор едет вах какой слюши осенний я думаю что за полтора часа за два я управлюсь дешево конечно но в принципе то чё сгоняю как раз не было ну ничего заказа а так в 5 заказа сейчас гора в гору буду подниматься груженая у тебя четвертая 5 и пищи оборудов посмотрим зайдет он не маловато для турбины турбина на двух тысячах ни хрена и толком не крутится до сего сотку шел вес чувствуется ну и подъем тут такой нехилый онлайн посмотрите какая высота до земли раньше у меня в эту гору трактор на 4 залетал как пчела последние четыре года я в эту гору не езжу я езжу в объезд тут с горы спускаюсь а назад еду по ровной дороге круг делают это то же самое будь что я буду в эту гору пилить на 3 и зачем мне это надо если я спокойно поеду по ровной местности на 4 идет он все нормально вроде как да да в 50 минут уже прошло как я из дома выехал грубо час уже есть сейчас попробую заехать заправиться все отвез разгрузился полтора часа у меня ушло ну вот уже назад еду ну и сейчас звонит ну короче подъезжая к объекту звонит должны были вывозить эту зеленку сегодня мы с ним созванивались вчера все было оговорено самосвалами было все договорено то есть я ему звонил в два часа сказал что мы вывозим зеленку говорит камни надо оставить я куда окей зеленку вывозим все в силе да самосвалом перезвонил говорю все давай да на пять сейчас еду а мне будет без 10 минут четвертого звонит не не надо отбой там с кем мы строимся сказал что пока не надо вывозить пиздец нахуй я в ахуе просто я самосвалщикам звоню самосвалщики блять мы же подстраивались ну там время это все выгадывали но туда и чем это это просто жопа блять а если будет у меня был заказ да а я бы отменил бы заказ за него короче такая вот кухня просто блять слов нету понимаете нету слов одни слюни сейчас по авито я человек звонил надо 15 числа или 16 спорта пропуск будут выписывать поехать забрать на поддоне какая-то труба 700 килограмм отвезти в деловые линии я говорю ну 4 рубля потому что спорт проехать не пять минут там загрузиться надо своим манипулятором там женикары будет грузить как сейчас тротуарку вот потом деловах деловых линиях еще там время ну пока выгрузка мне туда-сюда это тоже не пятиминутное дело вот такая вот короче канитель ну вот он думать будет надо не надо ему просто одно дело здесь понимаете мне на районе съездить на завод и забрать кирпичи эти которые тары погрузили а здесь не надо ехать в порт то есть одна . потом спорта забрать в другую точку деловые а потом вернуться в себе на район то есть но это ну как бы муторно долго по городу кружить надо порту долго пока пропуском этот получим но он должен быть готовый на получить потом поехать потом загрузить потом досмотр машины и короче такая вот канитель так что поэтому четыре рубля немножко сложности просто с кирпичами попроще понимаете хотя тоже время потерял у них не подготовлена было ничего они складывались перекладывались лишние 20 минут я потратил своего времени на это все на перегрузку перекладку то есть они добавляли кирпичи потом не стояла поддон на поддоне кару завели бука раз нормальная до сгрузили перед трамбовали перед вы короче вот это вот время все она ну она же идет ренок дает а ой блять ну человек конечно с вывозом это просто блин у меня слов нету на вот просто блять нету слов нет вот чем люди думают блять и вообще как вот блять вот это вот вольво едет это медленно и она завтра есть два заказа я забыл про одного человека взял другой заказ белки палки и сейчас потом вспоминаю более итог мне звонит через пять минут чё на завтра все в силе я такой опа блин думаю вот я болен лохопета как-то завтра придется разруливать все это дело клубника 350 50 что там 350 непонятно жесть короче на время пол двенадцатого ночи дождь фигачит солнце виде переместился я в тракторный гараж сейчас хочу заняться этим вопросом вот эти кубики сварил сейчас здесь все проварю и приварю к рукой эти сегодня металлами такие вот кубики наврал что это такое было кто-то их пилил делал около 246 8 10 там этот металлист отложил ну просто отложил грец в сторону он наверно знал что мне надо будет вот эти вот кубики ну это защита для ковша вот как же себе вот сюда приваривается я что-то это тоже на металлами зал вот такие гнутые сюда пластины вот такой толщины так у меня хуже экспилил они тонкие место на остались особенно здесь на поворотах о защита на ковш по моему как раз 10 штук мне надо насколько я помню меня по 5 с каждой стороны так что вот теперь у меня есть защита не надо пилить он готова и что это было кто это делал и зачем мне неизвестно ну очень вовремя выкинули я как раз собирался заниматься этим делом вот так они сюда вот толстые видите так что не зря я вчера делал эти толстоватые вот ничего сегодня не было железки он миску взял под гайки под шайбы короче про чтение день пустой вот такая фигня с отверстием горелку может сделать для расточного станка из этой херни не знаю короче ладно подумаем вот миски у меня уже давно нету нету мисок все все уже завалены миска как раз мне нужно так пушинки пушинкам эту сюда ладно не болтик туда гаечку сюда так что вот такие вот делиши так масло смотрите впиталось бетон что ли или куда она делась не знаю остатки он скапывает с экскаватора ну чё поковыряемся с тобой чутка надеюсь кронштейн высох смола должна была высохнуть потому что ну да все она стеклянная все кронштейн держится все четко поцарапалась не вроде не поцарапалась сейчас будем прилаживать эту и и в принципе у принципе конечно уже почти что все чуть для такое у них сколовано проебали тут что-то непонятно что то такое за что 6000 заплатил на что это такое че за херня такая непонятно так ставим еще один бок и в принципе так то по идее он уже можно сказать готов знаю ставить ли крышу родную эту чё делать надо не надо крыша крыши но сзади не закрыта зашива радует сбоку не закрыта бог дуй хотя бы хоть одна стенка была бы и крыша и сзади спина ну хоть как-то можно уворачиваться от дождя ну а так вообще никак просто ну никак и все не знаю и звонил этому человеку он самосвал h4 высыпали у него которые сегодня не стали но горит не надо убирать ничего я позвонил говорит давай завтра раскидай его завтра не могу он давай воскресенье типа типа блин ну я посмотрел как типа сфере работал типа типа давай делай заебись охуяна мне понравилось и но он не знаю как бы не тракторист он говорит что у них есть китайский трактор играть крестовина ломает переднем мосту я конечно будет ломать нельзя полный ковш набирать чего-либо и плюс еще когда рыхлый грунт колеса в рыхлом грунте конечно сломает крестовины нафиг на китайском тракторе на каком-то не знаю как он сказал за два с половиной миллиона чего там за тракта за спал миллиона без понятия много 500 рублей 500 килограмм поднимает это понимаю какой-нибудь типа типа уралиц или что-то такое наверное не знаю чем фильтр поставил чего еще назад масло залил остатки мне были там не знаю литр остался или два опять полная так что принципе сегодня приварить этот кубик рубик туда было и панельки немножко поставить а завтра два заказа завтра два заказе кам вот так вот сейчас прих маркера метки поставлю опущу зачищу заварив с торцов здесь с двух сторон что потом удалить можно было наглухо не буду приваривать что там проварюсь да и все потом потом все что спилю да и нафиг чего голосе буду забивать если чё потом все спилим сварщиком сегодня приварил завтра отрезал по барабану на все решается заварим отрежем и все будет ну с этим я не знаю выкину его нахуй чего его варить бесполезно мне кажется чудо сварщик с москвы его не заварит если я сломать умудрился литой но заводской может конечно уставший что он заварить что он будет держать блин я вообще в это не верю не верю станиславский да соседка на первом этаже он подо мной за ебало орать на ребенка просто за ебало матом на ребенка орет ребенок сейчас первом классе я так понял был и до этого нам она снимает хату то есть малой был ребенок девочка постоянно такое ощущение что они просто ненавидит матом на нее орет блять короче как ты раз меня за ну и понимаешь мне концерты раньше были 8 утра когда на его в садик поднимал или в школу а сейчас у них концерты пол 12 дня концерт у них орет она нее блять то есть я до этого короче выхожу она орала я иду стучу грудь ты че орешь сука нахуй заказывали ебало нахуй она такая че такое типа ты охуел что ли я гусь эти в ебало заряжу сука короче потом услышу она орет орет потому ты хамырились открывается дверь я спускаюсь мне она стоит его тису ебу сука конченая мразь блять еще раз будешь на ребенка орать и ебало разобью нахуй ну короче за шею немножко при погладил она причем нахуй на меня при ребенке блять я сейчас напишу заяву нахуй ягу давай нахуй сука блять еще раз груз сука услышу тебе пизда будет нахуй что орешь на ребенка блять короче написала заяву типа участковый ходил типа приходит ну кому-то там туда-сюда знаете чего не знаете где города она орет на ребенка типа на нее писали заяву бля и похуй вообще вот чё с ней делать пиздачину и разбить так она сразу в мусорню побежит ну сами понимаете да ну блять орет сука на весь дом блять тварь конченая то иди на улицу вари там на ребенка блять нет она орет квартире на весь дом вот реально реально сука на весь дом она орет нахуй учу что блять с ней делать что делать во первых она орет мешает мне спать во вторых на ребенка орет блять ёпта хули органы опеки хуеки так блять хуйня все идти туда писать заявление дрочить их жалобами как сам соседи писали коллективную жалобу на нее ну не знаю короче писали что он типа бьет ребенка там орет но типа нихуя ничего у них не прокатило надо писать индивидуальные жалобы они коллективные чем больше тем их лучше тогда может быть реагировать будут вот такие дела блять вот как бы так то я знаю кто она такая никто и зовут никак официантка работает хотел ее нам папаше позвонить сказать чё ты это тихомир свою подружайку бывшую или ну как бы это адрес знаю где она прописана вот но не ходил туда не не ездил а так такое желание было и в пиздах зарядить сука нахуй просто конченая сука тварь ребенка по ходу просто ненавидит блять просто вот просто пиздец какой-то как-то тут интересно сделано на смотрите не по центру нихуя по логике вещей должно быть это четко по центру здесь да здесь бы вот так висит а здесь не висит как так для делают а причем ну так было сделано никто отверстие в сторону не уводил ну фиг знает почему почему я ну может быть конечно и никогда точили увело у них но навряд ли непонятно этот узел мне не понять она тут не прокрас не прокрас у меня не знаю пока тишина по нему ничего никого нигде но зачем ну приварила сюда этот кубик рубик но конечно это не вариант решения проблемы на самом деле вариант ребята надо шток укорачивать вот если шток укоротить тогда ход будет меньше а так получается как бы цилиндр то давит у него рычаг большой здесь получается прям ну видно что воздействие происходит прям видно что воздействие то есть как будто бы сгибает металл вот у меня не достает но видно видите что происходит как будто бы цилиндр давит но давит непонятно куда может шток таким образом гнуть ну как вариант не знаю но есть какая-то непонятка где она что она непонятно может смена ну как бы металл здесь подгибает хуй его знает непонятно видно что он замедляет что-то где-то что-то ну ладно грубо говоря работает теперь тут задевать тоже не будет не достает надеюсь не сломает стрелу здесь в этом месте или палец ли тут вот здесь не сломает стрелу здесь в этом месте или палец ли тут вырвет ну хрен его знает всяко может быть лучше конечно шток укоротить если бы я знал сразу что такая канитель я конечно шток укоротил но с другой стороны здесь будет бить поршень правильно в гайку лучше ли это такой-то ограничитель есть ну короче как-то вот так вот а но что притормаживает и хорошо клана на открывание быстро на закрывание что-то мозги делает хрен знает короче вот так я сделал сейчас покрасить все это делать а кисточкой покрашу да и все даже без грунта вибрация конечно есть между прочим прям сидишь как на этом на виброрейке когда на холостых прям вот так вот все трясешься как желе да на нем нельзя сидеть на холостых или работать или нахер так кость от костей мясо все это отстанет как знаете на бой на молотке же нельзя долго работать а то потому что мясо от костей отстает ну это ручной бой молоток воздушный это ты здесь такая же херня будет если долго сидеть охренеешь прям и здесь меня вот так всего ну так вроде а если к спиной прислоняешься прям вибрация как на массажерном стуле сидишь не конечно вибрация жесткая может конечно эти как его подушки двигателя уставшие это тоже кстати как вариант возможен что подушки двигателя устали и вибрация передается но хрен знает конечно не очень хорошо такая вибрация мне не нравится позвоночник у так вот гремит блять знаю для 5 часов покопаешь блять и и охуеешь его и громко но джи себе то тихо здесь блять хули на движке сидишь он вибрация блять плохо это все блять подушек здесь никаких не было здесь жестко было прикручено вообще по идее вы вся эта херня бы на подушке чтобы было надо ну по мне так это так не знаю как по вашему но мне кажется должно быть все на подушках в подушке двигателя устали в натуре просевшие из-за этого вибрация идет может быть такое где они вот они туда да хрен знает вроде там что-то есть щели какие-то она не полностью упавшие что блять его немножко открутить повращать двигатель ну знаете чтобы место найти машину стоит по диагонали и поэтому трясет его мне вон подушки щели есть блять может в натуре бегло херово стоит криво и вибрация идет то по идее на все подушки откручивать и как-то его это шевелить чуть на газовал да так то блин иначе офигеешь вот натуре вибрация конечно не нравится мне такая мне позвоночник натрясет и пиздец потом на больничные нахуй интересно интересно здесь вот должен что-то стоять по идее отбойник должен стоять вот здесь вот ограничитель поворота мне кажется вот тут есть болт и что-то здесь стояло я не помню что здесь стояло как оно выглядело фиг знает кто знает у кого на таком тракторе есть что то есть что-то у меня в запчастях такой детали не знаю как будто бы нету чувством стоять то могло так интересно и она видно что он настояла вот такая продолговато и отжался под покрасил вниз эти от от отвала посадочные чушь там было то такое интересно интересно что там было а бред с а 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 что же там было такое за отбойник какой-то непонятный и блять катерпиллер о катерпиллер оттуда по-японски написано типа эта модель это катерпиллер такие делает тоже мотором горает что ли мотором горает что ли или соляркой воняет что-то а ну все на сегодня я думаю закончили завтра нам болты сдержавить и купить сюда поставить болтики туда-сюда туда-сюда еще эти надо поставить кабину если делать они не нужны если кабину сделать дверь то как будет открываться правильно поэтому поэтому спорный вопрос что с ними делать непонятно пока пока что дело с ними пока пока что пока что их можно поставить если кабину делать потом снять их и вообще делать ее не делать короче ладно надо подумать что делать что болт это закрутить надо снимать и вот отсюда подсовывать руку вон там крутить вон вон там болт внизу да не очень конструкция хорошая так то так то ну что делать посмотрим да что же за отбойник тут стоял что-то я не помню по-моему тут ничего у меня не было но тут что-то явно должно быть стопудово что-то должно быть кто знает напишите покажите что-то